Друзья, у меня появился новый друг. Он военный офицер морской. Сейчас на пенсии. И мы с ним говорили по скайпу. Вообще, когда я с друзьями, я снова как дом. Потому что он мне вдруг стал рассказывать о том, что он очень много лет смотрит мои материалы. И что вначале он не очень на них обратил внимание, но постепенно вдруг начал понимать, о чем там речь. И вот удивился, после того, как он применил эти приемы ключевые, вышел и на состояние нулевое, и там еще какое-то. И вот он мне говорит, интересное дело, вот вы 40 лет, говорит, это преподаете, постоянно говорите. Думай, о чем думается, делай, как делается, для упражнений, да? И почему, говорят люди, до сих пор этого не понимают, как это просто и очевидно? Ну, я говорю, знаете, вот на самом деле лечиться можно только свободой. Потому что свобода, ну, это когда вы думаете, о чем думается, и делаете, как делается, ну, как дети, когда играют. И когда вы это находите у себя с помощью приемов синхронизирующих, которые снимают лишнее напряжение, согласуют все внутри себя, вы, наконец, оказываетесь в таком положении и в таком месте, когда вы, как бы, наконец, становитесь самими собой. Потому что все ваши проблемы возникают от того, что вы даже не замечаете, что у вас стресс. Потому что привыкаете к стрессу, к постоянному напряжению. Как рабы привыкают к тому образу жизни, когда они к кому-то принадлежат, кто-то ими владеет, и они уже так адаптируются, и перестают замечать, что они не свободны. Потому что понять, что ты свободен или не свободен, можно уже только став свободным, ты тогда можешь, о, боже, а я же был в таком диком напряжении. Очень много людей в стрессе не понимают, что они в стрессе. Ну, так мозг, так наш устроен, он адаптируется ко всему даже плохому. И вот на контрасте, когда вдруг он снял напряжение лишнее, и вдруг почувствовал себя самим собой, ну, человек обычно говорит, слушай, я так давно себя таким, себя не чувствовал, такое естественное состояние. Ну, как же люди этого не понимают, что ли, что вот это и есть состояние естественное, естественное. Ну, иногда оно бывало, но там на речке сидел, рыбу ловил, или на охоте ходил, там или на лыжах гулял, или там на горы леса. В какие-то моменты бывало такое, говорит, состояние. А вообще-то это я все время был на службе. Я много лет же был на службе военной. Вот. Интересное дело, да? Правда? Ну, служба, говорит, мне нравилась, потому что я, говорит, мечтал об этом. Я был, когда учился в военном училище, гордился этим. Потом было ради чего, потому что я понимал, что я защищаю Родину. Потом была ответственность не только за себя, но и за моих подопечных. Ну, там я его не называю, как обычно я никогда не называю имен. Но вот тут такое дело, что в последние годы, говорит, что-то у меня все не так. А вот когда я сделал ваши приемы, я вдруг понял, что не так. Я, говорит, понял, что-то в этой службе было такое, что мне не очень было по душе, но я преодолевал себя постоянно, потому что было ради чего. А вот это напряжение все время было, что что-то не так. И вот когда вы, например, живете своей жизнью, и какие-то люди вокруг вас, которые постоянно выбивают вас из того положения, когда вы находитесь самими собой, когда вы можете быть самими собой. Вот я, например, вот брился, вот брился, мыльной пеной намазываюсь, бреюсь, в это время теплая вода, бритва, я задумываюсь, и в какой-то момент я вот как бы сам собой, да. А мне в это время стучат там кто-то, ну, как у меня картина есть, и сколько же можно бриться. Как муж бриться, жена ему стучит, сколько можно же бриться, а он только расслабился. Так вот, если вам какие-то люди вокруг вас не дают быть самими собой, то вам все время же приходится напрягаться и как бы жить не в своих ботинках. Вы представьте себе, что вы ходите все время не в своих ботинках, или занимаетесь не своей работой, или вынуждены общаться не с теми людьми, или когда вы не являетесь самими собой. Так поэтому, когда метод ключ, это попытка, это упражнение, которое позволяет вам, наконец, стать самими собой, потому что там формула золотая, он сказал, вы же там об этом все время говорите, ну, как люди же этого не понимают, думай о чем думается, и делай как делается. И даете упражнения, наиболее такие простые, легко перебирая их, найти свое, которое именно вам подходит, как ботинки по размеру. А вот сейчас я ему говорю, знаешь, какая история, мне вот надо сейчас сделать объявление, потому что я вот сначала хотел дать этот метод всем бесплатно, потому что люди нуждаются в этом. Они все время находятся в напряженном состоянии, и миллионы людей даже не знают, что они в стрессе, и не понимают, откуда у них болезни, откуда у них конфликты, откуда у них может быть агрессия, откуда у них не понимают, потому что у них нет же точки отсчета. Вот когда они попробуют несколько раз ключевые приемы, они выходят на свое естественное состояние, и там начинают понимать, что и как, что хорошо и что плохо. У них появляется вот такое некоторое, как эталон, чтобы потом видеть, где он чувствует себя нормально и где ненормально. Ну, тут какая-то вот у него появляется индикатор какой-то внутренний. И тогда он лучше понимает, что и как делать. С кем лучше жить, с кем лучше не связываться. Какую работу выбирать, чтобы не пострадать. Ну, много чего он начинает понимать, потому что он снял вот эти вот шаблоны, стереотипы. Ну, это важно. Я хотел сделать для всех, и я искал радио или телевидение для того, чтобы бесплатно всем давать, всем давать, чтобы миллионы людей моих соотечественников смотрели, слушали, как я бы это делал, и научились, и тоже я бы очень сильно помог людям. А тут получилось, что радио, с которым я попытался связаться, сотрудничать, ну, там у них свой формат, у них там перерывы там, потом музыка, потом, значит, там футбольный матч какой-то освещается, потом еще, потом какие-то люди звонят туда непонятные мне вопросы задавать, не совсем даже те, которым эта передача нужна была в этот момент, моя, моя программа. Ну, и тогда мы решили, что все-таки я должен создать какую-то свою, свою какую-то, так, набрать туда много-много людей, много-очень много людей набрать, и чтобы всем дать, наконец, всем дать, потому что этого нигде в мире нету, а у меня есть. И мне уже жалко себя, потому что скоро уже, как говорится, никто не вечен, но у меня такой опыт, и вот вдруг, и он останется в Туне. Ну, жалко себя, я поэтому решил дать в подарок. Ну, я 80% своей работы всегда по скайпу даже делаю бесплатно, потому что я так, как назывался, Грузиум, был генеральный директор Центра защиты АССР, так теперь всю жизнь и помогаю, понимаете. Есть много людей у нас, у которых и денег нет, и так далее. Ну, есть люди, которые могут заплатить, они мне спрашивают, сколько стоят, и так далее. Ну, это бывает, я за счет этого и живу. Я же не в системе обслуживания сейчас, я никому ничего не должен. Это мое дарение, я дарю ближнему мою доброту, потому что я добрый человек, искренний, и поэтому я вот сейчас вот и рассуждаю. И вот сейчас мне надо сделать объявление, и вот эти люди набрались. Почему? Потому что я сказал, вы знаете что, а я вам могу дать такое, чего никто никогда не даст. Вот роботизация вытеснит вообще-то человека с рабочего места. Ну, не сегодня, но завтра. А что в человеке должно быть такое, что робот его не вытеснит? Изобретательность. Я не знаю, роботы самые совершенные, умеют делать открытие и изобретение? Вряд ли. Тогда вообще люди не нужны. Вряд ли. Этот человек может делать, потому что у него возникают моменты озарения, когда весь свой опыт, который он слышал, когда-то видел, там, думал, переживал, как Менделеев, постоянно думал об этом, потом он стал засыпать, расслабился, я вдруг открыл таблицу Менделеева. Я знаю этот механизм. Я встречался с великими гениями, которые изобретатели. Я даже с Торменом встречался, который изобрел Торменвокс, который показывал Торменвокс Ленину. Да. Я встречался с очень многими людьми в своей жизни, и с изобретателями встречался такими. Я понимаю, как устроен механизм, и я поэтому объявил, что давайте соберемся, я вас буду учить изобретательскому мышлению, чтобы вы находили неординарные решения, простые решения сложным задачам. Это могут быть и жизненные решения, с кем дружить, с кем дружить, с кем дружить, с кем не жить. Это может быть и спортивные решения, это может быть и написание диссертации и так далее. Это изобретательское мышление. Потому что мы привыкли творчески думать. Ну, все думают, что творчески думать, это значит о том, как танцевать или рисовать. Творческий подход – это изобретательское мышление. Да. Все это очень важно. И я вот это хотел дать всем и сказал, собирайтесь, я дам всем, помогу нашей стране, людям, помогу. Этого нет у нас. Даже в законодательстве не прописано защитить творца в человеке. А я каждому, вам, дам. Механизм, с помощью которого гений, который живет внутри каждого из нас, был разблокирован, и вы могли бы им пользоваться. Да. Вот это интересное дело. И вот этот офицер, который со мной разговаривал, он говорит, вы знаете, я теперь даже понимаю, как вы ключ-2 изобрели, потому что я, говорит, понимаю, что в некоторых острых случаях критического напряжения люди подвиги совершают. Вот там, ну, мать там спасала ребенка, она держалась, говорит, двумя пальцами там за что-то, и держала ребенка, чтобы он не упал там с балкона. И сколько-то времени сумела держаться пальцами, сама чуть не сорвалась. А вы, говорит, об этом так просто говорите, действительно правильно назвали стресс-трамплином, потому что когда есть ради чего, она ради ребенка, когда есть ради чего, человек мобилизует все силы, и в какой-то момент крайнего напряжения вы прямо подсказали, как это люди, говорит, не слышат. Вы прямо подсказали, надо, если у вас стресс, это же дикое напряжение. Вы направьте его по определенному адресу, и оно начнет работать на вас. Это ключ-2, да? Ну, я сейчас не говорю о нау-хау технологии, которые там лежат. Вот, я говорю, в принципе, что да, вот, то, что я говорю, очень просто, потому что я над этим все время думаю. 24 часа в сутки. Ну, так я устроен. Ну, я ученый, я просветитель, я по природе такой, и романтика, и мечтатель, и одновременно аналитик. Я мечтатель и одновременно трудяга. Ну, то есть у меня соединилось много так это вот. И вот я могу это дать сейчас людям, потому что никто этого не умеет, потому что, он говорит, я знаю, почему они не слышат этого. Это, говорит, настолько самоочевидно, что мы проходим мимо этого. Настолько самоочевидно, потому что нас все время зомбируют именно тем, что очень трудно, очень там достигнуть чего-то, очень тяжело, сложно. За это надо много заплатить, это шаг за шагом. Подвязывают на какие-то курсы, где надо там вот так поэтапно, долго и непонятно, чем это кончится. Ну, это, говорит, вот такая у нас манера воспринимать вещи. А вы так прямо берете и даете. А это встречает сильно, говорит, недоверие. Как это так? Руки раздвинул и решил сложную задачу. Задача, говорит, сложнейшая у человека жизненная. А вы предлагаете похлопать себя там или руки развести, ключевым срестись, и что задача ваша решилась. Но они как-то не связывают одно с другим. Что сколько бы задач не было, голова-то ваша и зависит от того, как она работает. Вы как раз занимаетесь именно этим, чтобы голова лучше работала. Да, я говорю, именно этим я и занимаюсь, чтобы голова лучше работала. Поэтому многие проблемы лучше будут решаться. И как раз таки в этой группе. А теперь я объявил это. Теперь многие-многие люди записали, записали, записали. И как мне теперь быть? Не миллионы же там. Я бы миллионам дал бесплатно. А там, ну, несколько сот человек, которые действительно хотят. Я же не могу их подвести. Потому что, если я сейчас объявлю, что это денег стоит, если бы миллионы были, я бы взял и сделал бесплатно. Потому что тогда есть ради чего. А когда там несколько сот человек, я очень горю дать это, дать это. А с другой стороны, там, мне непонятно. Но опять же, ну, буду я с ними заниматься, буду с ними заниматься, буду с ними заниматься бесплатно. А как же мне жить-то? И тут еще какая беда. Дело в том, что многие люди, они вот... Ну, вот смотрите, когда все знают про что-то, это не украдешь. А когда вот знает небольшая группа людей про что-то, это всегда кто-то возьмет и начнет под своим именем выдавать. Ну, вырежу у меня такие случаи здесь. Был я в Америке, там, один человек мне сказал. Я ему говорю, слушай, ты мне познакомь с НАСА, он имел контакт. С НАСА познакомь, и я им дам то, что не знают при подготовке космонавтов. Это я придумал. Моделирование невесомости у космонавтов земных условий для преодоления стресса, перегрузки, невесомость моделировать, для лучшей адаптации там в полете. Я придумал такое, это вполне официально, я имею право. Это не секрет никакой. Я как психофизиолог это придумал. Это никакой не государственный секрет. Давай познакомь с НАСА, мы контракт заключим. Он говорит, слушайте, ну это же работа. Вы же свою работу давно сделали. Вам надо только ее продать за много-много миллионов долларов. Зачем, говорит, вам на службе ходить какой-то, понимаете? Вы же, говорит, давно сделали. Все, я тут, говорит, очень дорого стоит. Это очень много стоит. А он проходимый, понимаете? Он, оказывается, всех так, как лопухов ловил, пытался заключить с ними договор. Изобретателя он так обманывал. Но не буду называть эти имена. Короче говоря, вопрос в том, что на самом деле это дорогого стоит. И вот если я сейчас возьму группу, создам изобретателей, не всем, как я хотел. Я всем же хотел. А тут я создам группу, ну допустим, 200, 300, 500, даже 1000 человек. Если бы я всем сделал, миллионам, да, я бы сделал бесплатно. А теперь это же группа у меня ограниченная получается. Теперь как мне быть? Как мне быть? Вот я дам бесплатно. Там кто-то возьмет, начнет использовать за деньги где-то. Потому что другие-то не знают, это я подумаю. Ну не знаю, вот сижу, думаю. Я когда с офицером, с этим, друг мой теперь он. Потому что он мне говорит, а вы возьмите и посоветуйтесь с ними. Да, я, говорит, видел ваши ролики прекрасные. Просто удивительно, вы, говорит, себе цены не знаете. Так, говорит, душу западает. Я чем больше смотрю, тем больше мне это нравится. Вы так просто хорошо объясняете. Слушайте, он когда мне говорит это, у меня прямо душа радуется. Почему я сказал, что у меня теперь друг. Я говорю, вы меня хорошо понимаете, да. У меня такое одиночество, потому что я говорю такие вещи простые. Простым языком, понятным, доступным. Но не все понимают, насколько это важно. Потому что обычно же, когда что-то говорят, например, легкий бег, или йоговское упражнение, или еще чего-то, обрамляют это большими статьями, что, наконец, в научно-исследовательском институте, в Нью-Йорке, там еще какого-то ученые установили, путем наблюдения, что вот этот наклон вперед дает большую пользу, пишут несколько статей, статистику. И когда люди это читают, 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 а тут ты берешь и сразу говоришь, а у меня в одном только упражнении все три наклона, понимаете. И я даю это без всяких обрамлений, без всякой оправы. Конечно, людям трудно привыкать к свободным мыслям, потому что они зомбированы в основном, что бесплатные все бывают только в мышеловке, труден путь, надо отдать этому всю жизнь. Но нас обучают как психологию рабов. Не в нашей стране, это вообще так везде, везде так бывает, что новое очень трудно, потому что на самом деле гениально и все просто, но труден путь к достижению этой простоты, и тем более еще ее так выразить. И когда он говорит, вы 40 лет говорите о том, что думай как думается и делай как делается во время выполнения ключевых упражнений, они приведут тебя к внутренней свободе, и ты тогда легче будешь понимать, как внешние проблемы решать. Я говорю, я хотел бы поправить кое-что, да. Ну что, я бы хотел сказать, что я это не говорю 40 лет. Я говорю, это последние несколько лет, потому что я сам до этого подошел только недавно, только несколько лет назад. Вот в этой формулировке, думай о чем думается, делай как делается, лежит корень свободы. До этой формулировки, как это выразить, я дошел несколько лет назад. Раньше этого у меня не было. Я просто мне этот показывал, я не умел может быть кое-что объяснить, и поэтому, когда вы смотрите мои ролики, не всегда понятно. Но тогда надо смотреть историю, когда этот ролик сделал. Если это сделал в 80-е годы, или в 90-е годы, или в начале, вот сейчас, вот в 2018 году. Но они разные, конечно. Но надо просто знать историю вопроса. Поэтому, естественно, на этом семинаре для изобретателей я бы хотел начать с этого, с чего я создал ключ, на чем он работал, потом, как он развивался, чтобы они вместе со мной шли. Потому что я очень хорошо рассказываю. Потому что я знаю, о чем я говорю. Да. Именно поэтому. Потому что я над этим думаю постоянно. Это, как говорится, ну, как говорил Эйнштейн, я счастливый человек, потому что мне платят за то, что за что я мог работать и бесплатно. Это моя любимая работа. Поэтому я в ней очень искренен, честен. И поэтому, пользуясь советом своего друга, вот, который мне сказал, а вы посоветуйтесь с людьми, как быть, я делаю это видео. Записать вас всех в группу закрытую, назначить какую-то цену на участие, или все-таки вам провести одно занятие бесплатное, как я хотел провести для всех бесплатно. Вот же в чем разница. Как поступить? Давайте мы так и сделаем. Я вам этот ролик покажу. Вы мне напишите. В группу хотите закрытую? За плату, да? Обсудим плату. Или сделать просто сначала два ролика бесплатных. Давайте сделаем так. Как хотите. Вот я советую с вами. Как мне поступить? Итак, изначально у меня идея была сделать всем бесплатно, но я рассчитывал на миллионы людей, чтобы помочь нашим согражданам в наше трудное время, как нормальный, добрый человек. Любовь к ближнему. А поскольку получается все-таки ограниченная часть, поэтому мне себя жалко, повторяюсь, потому что я работал на это всю жизнь. А есть еще и такие прохиндеи, которые потом берут эти драгоценные идеи и торгуют ими. Даже имени твоего не укажут. Ну, до встречи. Перепишите. До встречи.